Простились со школой, получили результаты ЕГЭ и в Политех. В РНИТУ первая волна желающих подать документы в один из лучших сибирских вузов – Национальный исследовательский университет. В этом году в организации приемной кампании РНИТУ произошли некоторые изменения, призванные оптимизировать процесс подачи документов. Для минимизации ошибок при вводе данных система построена таким образом. Заходите в университет, вне зависимости от направления подготовки, формы образования, уровня образования, вы поднимаетесь по лестнице в фойе актового зала. Здесь у нас штат операторов работает. Они вводят все основные данные. Это данные паспорта, если это с оплатой обучения данные плательщика. То есть общие данные вводятся централизованно операторами. Далее выдается такой листочек с идентификационным номером. И с ним абитуриент спускается уже в институт. В приемных комиссиях институтов уже детально можно ознакомиться с направлением подготовки, со специализацией, условиями обучения и получить ответы на все интересующие вопросы. Для институтов университета самый лучший абитуриент – человек, сделавший выбор осознанно и имеющий хотя бы общее представление о будущей специальности. Это самый лучший, на мой взгляд, технический вуз в Иркутске. Да и вообще он ходит в топ лучших вузов России, я смотрела. Я хочу остаться в Иркутске, я считаю, что это достойный мой выбор. Многие мои знакомые, родные здесь учились. Мой дедушка, мой друг. И я слышала такие очень хорошие отзывы об учителях, преподавателях, об образовании в целом. Я ходила на день открытых дверей в Вернуту. Там очень показывалась большая деятельность студентов, как это интересно, как это перспективно, как это развивает себя. И я, конечно же, собираюсь в этом участвовать. К концу первой декады приемной кампании Вернету счетчик приема заявлений перевалил первую тысячу. По предварительным прогнозам, итоговый результат должен побить рекорд прошлого года.